С Новым Рождением! Зая, ну скажи, ну что там? Ммм, хорошенький. Он один в таком цвете был? Ну, на терабайт только в таком цвете был. Только в таком цвете был? Самый прекрасный момент. Да нет, даже один. Ну, красивый. Класс. Буду ходить, и будет стабилизейшн. Как он устраивается, дай. Ну дай. У меня вот такой тортик. Сейчас будем открывать. Открываем! Боже, какой свежачок. Очень красивый. Мам, тебе ж надо откусить. Прям откусить? Ну да. Все, буду сейчас задувать. Ну давай. Синоля. Ваза у меня хорошая. Ты ж любишь. Синь. Церлый день красоты. От Лучиков. А вот от Наташи. Класс! Класс! Мам, я сюда поставлю. А это от кого? Ты смотрела? От семьи Чеботин. Блин, ну они всегда какой-то креативчик подгоняют. Очень красивые. Убалденные. Опять кто-то звонит. Опять доставочка. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. А у нас будет продолжение банкета где-то в загородном комплексе. Максим что придумал. Будем ехать. Машиночка моя любимая. Выйти отпускать, да, Шар? Да. Но я буду желание загадывать. Тить. 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 Приехали. Давай, Савринка, будем отпускать. Он будет отпускаться. Я должна была отпускать ничего. Я должна была желание загадать. А не вы. Уже и мои свечи задули на тортике. Старичка. 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 Не надо все эти жи нажимать. Зачем? Сын. У нас ресторан прямо вот здесь. Да? Ага. Так. Рум турчик. Сразу. Сделаю. Потому что потом за воду. Тебе нравится? Да. Что там? Там ничего нет. Ничего там нет. Терраска классная. Мам, ты видишь, какая у нас огромная терраса? Тут такие фотки можно поделать. Но, конечно же, меня никто не пофоткает. Конечно. Папа тебя пофоткает. Вау! Вот это вот терраса! Класс! Терраса! Папа, ну где же сюрприз? Ты ждала сюрприз и маме. Ого! Я уже знаю, что тут засек. Так. Мама же обирает. Это еще шоколадки. Ну дай мне. Папа! Я сейчас в шоке просто зашел в номер, в мой папа и мой брат. Сейчас приложу видео. Иди давай! В смысле? А в смысле? Там Сашка тебе машинку сейчас несет. Сашка тебе машинку несет. Летит шарик. Зачем я брала свою косметику, если здесь все есть. Очень так много. Красивенько. Вообще-то прикольно. Мне нравится. Ты куда? Все? Куда? Ты ко мне хочешь? Ты что, ко мне за лазер? Не бейся. Я же поставил. Ру, ру. Да, я за лазер. Ой, крутится руль, да? А ты сможешь нам на дачку? Боже, какая красота. Посмотрите. Посмотрите. Как жалко, что у меня некому пофоткать. Я так поняла, что здесь Басик. Мы завтра туда пойдем. Ну, конечно, с малыми это вообще как бы не тот контент, который бы хотела. Но это безумно красиво. А ну, ну как стабилизация? Посмотрим-посмотрим. Буду монтировать влог и увижу разницу. Пока разницы вообще никакой. Мне кажется, такое же качество, как и было на моем тринадцатом айфончике. Открывай. У-ху! Спасибо. Это межел. Это межел. Это межел. И вот там получился ящичек. Ну, хорошо. Зато они точно не брызганы. Они там никого нету. Ну, они такие. Ну, воригинар. Какое утро. Класс. Сейчас пойдем на завтрак. Я, наверное, буду скрэмбл. Круасанчик. Масло. Так. Длины не хочу. Сырники тоже не ем. Йогурт Данилечку сейчас возьму. Нателочка. Кофеек еще. Десертики. Нет, я вчера ела медовик. Поэтому сегодня на паузе. Вот это я люблю. Рановато. Ты будешь лежать, Данил? Нет. Где спортзал? У-у-у, круто. Пошли переодеваться и будем плавать. Боже, какая красота. Ты что, собрался уже купаться? Я плавки пошла возьму. Не холодная? Да? Снова. Боже. Просто самые-самые мои подруги. Ой, спасибо. Какие все красивые цветочки. Можем сделать бизнес и пойти продавать эти шикарные цветочки. Боже мой, какая красота. Как насытиться этой красотой. Реально. Пипец. Вот так чаще всего я выдержу пакеты баулы с сумкой. Короче, девчоночки, я психанула и все-таки заказала себе эти патчи. Просто минус 5500. Если они, бляха, не будут работать, я не знаю, я не знаю. Но красивые. Аромат классный. Буду тестить завтра. Поехала малому, купила куртку теплую зимнюю. Короче, я в Инсте заказала для него куртку еще две недели назад. Она мне не пришла. Я психанула, поехала, купила вот еще одну. И прикол в том, что там все и такая же. В этом магазине тоже Зара за 1600. А я купила за 2200. Прикиньте, в Инсте. И она мне идет тупо третью неделю. А я сейчас буду заниматься своим самым нелюбимым делом. Это подрезать цветочки и менять воду. Блин, цветы я обожаю. Это все дело не очень люблю. Все, подрезала эту красоту. Самое удивительное то, что вот розы один и тот же цветок, но пахнут совсем по-разному. Вот эти вкусненько пахнут. Эти как-то более нейтрально. А вот эти просто можно сойти с ума. под ванилью. Как будто какие-то ванильные духи. Офигенно вообще. Так умчик Димончик подарил. Красивый, бляха. Какие красивые. Глаз их пожмякать, нафиг побить. Вот так, бляд, пошутки. Красивая, зараза. Просто дикий холод. Дикая холодина. Непривычно очень. Сабрина. Я замерзла. Ты знаешь? А мы угощаем охранников наших. Пирог с маком. Моей бабушке. Просто на минуточку. Как Лиза снимала обзор рекламы. Просто топ. Что ж ты будешь делать, блин, с этой шапкой? Борьба, Даниэль. Шапку нужно надеть. Ты кашляешь, чихаешь, болеешь. В сад не ходишь. Мама, блин, скоро на дурку отъедет. А ну бегом. Бегом. Мне надо тебя отправить в сад. Что ты, блин, поскорее куплел в сад. Мама занималась своими делами. Я работаю. У меня столько дел. У меня куча рекламы. У меня куча съемок, Даниэль. Монтаж видосов. Съемка Ютуба. Контент. Бренд. Еще вам надо готовить. Надо еще убирать. Надо же мне гулять. Коли что-то робить. Сын. Даниэль, шапку нужно надеть. Слышишь меня? Шапку. Быстро. Уже сопли, блин, на рукавах у тебя. А, ну отлично вообще. Супер. Я уеду сейчас. Я поехала домой. Я не буду тогда терпеть. В твоей выходке. Что это такое вообще? Даниэль, честно, очень я хочу. Вот прям очень хочу, чтобы твой ребенок был такой же. Чтоб ты понял, как это. Пока мама себе обед готовила, вот этот парень занимается моим кофеечком любимым. Ты что, Бориса будущий, сын? Сейчас свалишься. Мне бабушка сделала капусточку, передала в банке, в стекле. Плохой такой размер. Просто как такое может быть? Чернобыльская морковка. Так, девочки, доброе утро. Нанесла вот эти вот патчи уже второй раз. Сейчас, секунду. Блин, кашляет весь. Второй раз наношу эти патчи. Мне эффект понравился. Во-первых, они очень влажные, мокрые. Я их храню в холодильнике. И когда я их наклеиваю, сразу такой идет лифтинг-эффект. Такой типа противоотечный. Вот форма патчи даже так разработана, чтобы вот реснички не задевала эта патча. И она была максимально высокой и длинной. Прикольно. Не знаю, пока я вам не скажу, насколько сильно мне они зашли. И буду ли я их повторять. Но я думаю, еще раз и три их протестирую. И потом уже смогу нормально дать пользу. Но пока вроде как нравится. Пока мама ему варит маночку. Он сидит и ждет. Сейчас покажу. Кстати, реанимировала цветочки. То я обрезала. Сделала такие коротенькие в стакане Старбакс. Нашу рубить. Вот он сидит, ждет. Касю. Син, синок. У нас, кстати, темен еще. Они хотя бы уже светают. Мы встали все, им вообще было темно так. Ты что, за Сабрина идешь? А что такой модный, сынок? Да. А что ты такой модный? Ки. Ки, жуки. Ого, а как их много. Ярмарка у Сабрины в нулевочке. А ну быстро конфеты отдай. Ты украл конфеты. Отдай. Отдай, Даниэль. Я. Да, отдай. Одну отдай. Что значит вау? Дай одну, мама заберет. Одну. Одну тебе, одну мне. Отдай, мама, вкусный комфот. У мамы салатик. Лимонный фреш. Добавляю водичку. Я уже пришла. Это моя оттенка. Пенок. Пенок. Экпикс-пенок. Ай, пенок. Мама. Посмотрите, какая офигенная пенка на банановом молоке. Сабрина, тут творческий процесс сейчас будет. Это крутой, крутой. Это полимерная глина. И шо это значит? И шо это значит? Ёб, давай еще сейчас свались. Мы пересматриваем старые влоги. Так захотелось. Блин, такая ностальгия. Так скучаем с Абринкой за этим временем. Какой шладкий. Сын, ты вообще в курсах, что это ты? Де. Де. По телеку, Де. Сын. А ничего, что это и метлой мне с утра. Просто доброе утро. Дал по голове, по лбу. В 7.30. Вообще-то в субботу надо спать, Даниэль. Как минимум до 9. А не в 7.30. Маму дубасить этой фигней. Вот чем я занимаюсь в субботний вечер. Брею вещички, чтобы они были снова как новенькие. И, кстати говоря, вот мне бывает на бренд, там пишет Лиза. Какая-то вещь там чуть-чуть между ног закошлатилась. Ребяточки, абсолютно все вещи. Вот просто костюм там по 3 тысячи, по 4, по 5. И что, посмотрите, просто все в катышках, потому что это ткань. Все ткани имеют свойство густироваться, закошлачиваться. Но вы берете вот такую штучку, включаете и начинаете сбривать. И вот, например, я никогда не пишу на бренд, вот, блин, закошлатились шорты там за 2 тысячи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребятки, ну это вещь. Натуральные ткани, понятное дело, что они могут изнашиваться. Но вы можете приводить их в порядок, правильно стирать. Так и ручные режимы. Понятное дело, что я этого не делаю. Поэтому у меня вещи все, абсолютно все убиваются немножко быстрее. Вот наглядный пример. Мой флисовый костюмчик. Я его носила целый месяц. Просто каждый день не снимая. Стирала его со всеми вещами, с миксом разных тканей. И, понятное дело, не ручная стирка. И вот, смотрите, вот это вот максимум. То, что закошлатилось. Сейчас приближе. Вот, покажу. Ну это просто естественный процесс. Это натуральная ткань. Это вам никакая не синтетика, которая вообще неубиваемая. Поэтому я просто вот так вот беру. Все, ребятки. Как новенький. Минута дела. Шесть утра. Даниэль, шесть утра. В воскресенье. Какого ты встал? Просто на улице только светает. То мы уже, блин, все сделали. Зубы почистили, умылись. Просто за шо? Вчера в семь, сегодня в шесть. Выходные дни. Ну что нам зря тратить время? Мама мастер на все руки. Постригла сынка. Конечно, вот это все сейчас мне придется убирать. Но ничего. Ну посмотрите на этого модника. Да? Там мама профи, ну сын. Приятного аппетита дать. Не чавкаем. Не чавкаем. Так, обзор моей тарелки. Белок жиры. Клетчатка жиры в виде оливкового масла. Тунец это белок. Быстрый углевод это хлебушек. Сливочное масло это жиры. И сыр это белок жиры. А вы знали, что в Испании, когда чавкаешь, это значит, что очень вкусно. Но мы не в Испании, как бы. А я сейчас в Испании. Мы в Украине. Очень хорошо. Очень хорошо. Шикарно, шикарно. Давай быстренько убирай. Ты зачем мои дербанишь цветы? Смотрю сериал Бэкхэм. Говорят топ. И думаю из такой ткани сделать пижамку со штанишками. Такой зимний вариант. Боже, она такая мягенькая, такая хорошенькая. Мы, кстати, уже одну пижамку разработали. Такая аккуратненькая для дома. И в которой спать удобно. Очень классная. Капибара. Какая капибара? Сыночка. Что это за мордочка-то? Это капибара. Вы знали? Это какая капибара. Сама-то капибарочка. Даниэль у нас фанат краба. Я когда увидела этого краба в эпицентре, я просто не устояла. Боже, какой он классный. Он такой яркий. Интересно на реакцию. Когда он его увидит, он обожает крабов. Наконец-то я выгуливаю свои уги. Под сумочку надела. Под бежевую. Вернее, обула. А вот мой костюмчик. Нужно его отфоткать. Наш новенький третьяковый бренд. Я же не могу открыть глаза. Бессонная ночь. Раз. Два. Я заболела. Второй раз. Просто как такое может быть? За полторы недели второй раз. Это, видать, не долечилось. И заболела снова. Потому что малая подхватила опять какие-то сопли. Состояние просто пипец. Мы едем на ярмарку. Сыгреньки. Ярмарок. Ярмарок. Украинский ярмар, 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 у нас земля, ярмар. Ой, паренеки, о, смятан. Вдалайся нынче, в кожу успокоить. Ой, паренеки, о, смятан. Ой, паренеки, нам тоже не влюбляй. Ой, паренеки, о, смятан. Очень хорошо. Я не разрешаю моего Пикасика снимать. Даниэль, а что-то на диване лежит. Краб. Краб? Это что, краб? Даниэль? Краб, ого. Да, такой большой краб. Только я могу так засрать кухню, чтобы сделать вот такой вот маленький красивый букетик. Спасти цветы. И вот, смотрите, какой свежачок. Поубирала все завявшие белые, розовые, и вот реанимировала. Из двух букетов сделала один. Сатринка мне помогала. Вот это помощница у меня тут. Один раскидывает, второй пылесосит. Вот такой у меня сегодня завтрак. Здесь еще будет сливочное масло. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» 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 Наверное, напшикали духами Я думаю, вы поняли, что это за юбка Такая легенькая, как я говорю, расслабленная юбочка Я вам покажу себя в ней уже в барсе Я хочу ее надеть под такую оверсайз футболку Под белые носочки, голые ножки И на ногах у меня будут черные ботинки в стиле Селин Я заказала украинский бренд Очень-очень похожий на Селин Но цена в разы приятнее У меня, кстати, от этого бренда уже, наверное, пара-три обуви Air One Shoes, что-то такое Блин, как же хреново болеть Мне кажется, у меня прямо глаза какие-то мутные У меня столько дел, столько дел, которые я сама себе напридумывала И задача за два дня их реализовать Кстати, хотите прикол? У меня вот последнее время, буквально последние два-три месяца Бывают периодически такое чувство неприятное Вот именно здесь, в кости, будто болит прям кость Вот эти вот мышцы И такое прям давление-давление Я думаю, блин, в чем дело? И каждый раз такой дискомфорт у меня Где-то за 3-5 дней до болячки Вот такой типа симптом того, что я вот заболеваю И вчера я была на Манике, встретила своего косметолога И мы там обговаривали какие-то новые процедурки Она мне там рассказывала новиночки И я ей задала вопрос, говорю, а может быть такое, что вот после того, как я уколола скула А я себе летом добавляла по 0,5 в каждую сторону Потому что у меня реально в скулах не хватает объема Вот сейчас уже все растворилось Ну, в принципе, 0,5 это вообще даже незаметно Если колят, то уже колят по шприцу в каждую скулу Так вот, она мне говорит, да, часто девочки жалуются на то, что потом болят скулы И болят они зачастую вот именно как раз-таки перед болячкой И вот все это происходит, знаете, когда игла касается именно кости И задевает какие-то нервные окончания И потом может быть такое, что там болят скулы Если кололевый подбородок, болит подбородок Вот мне даже косметолог говорит, у меня типа подбородок подколот Тут у меня бывает прям болит, вот именно сама кость, распирание Короче, это все такой вред, блин, пипец Мы просто в себя вкалываем, что непонятное, дабы себя улучшить И в итоге от этого нам потом хреново Ну, не то, что прям хреново, но мы испытываем дискомфорт И все равно же идем и как бы делаем все это дело Но после услышанного я не буду себе больше подкалывать скулы Я понимаю, что потом когда-то, вот когда будет опускаться уже лицо Дабы его поднять, вот кожу приподнять Я, может быть, и уколю скулы, но не сейчас так точно Хотя, повторюсь, это очень освежает взгляд Это очень красиво, но именно когда в меру Когда вот как у меня по 0,5 Ну, в жизни бы никто не сказал, что у меня там что-то здесь добавлено Но уже все растворилось Самый удобный велюровый костюмчик Просто обожаю велюр Мягенько, удобно, можно носить и на улицу, и дома Я и мало в школу в нем вожу, и дома хожу Хотела сказать вот за новый айфон В чем разница? У меня был 13-й Pro Max, сейчас у меня 15-й Pro Max И разница в камере, вот именно в качестве я не сильно замечаю разницу А в стабилизации, ну она просто вышка Вышка Вот, смотрите, я прыгаю И сейчас посмотрите, как это будет все мягенько и красиво В 13-м Pro Max так бы не было Единственный косяк в этом айфоне Глючит очень камера Вот именно когда ты фотки, либо видео хочешь отправить через какую-то соцсеть То у вас все фотки там где-то секунд 30 горят просто черным квадратом Это вот единственный такой моментик, но я думаю, с новым обновлением они эту проблему уберут полностью И это проблема не конкретно моего айфона Я смотрела обзор на 15-й айфон, и на обзоре парень сказал, что это косяк всех 15-х айфонов Так, ну и сейчас я вам сделаю обзор подарочков на DR Вот это колечко я купила сама себе Мне очень нравится Вот, смотрите, как красиво, как нежно Можно его надевать абсолютно на любой пальчик И такое я кольцо купила Кате Будет такие сердечки дружбы Это белое золото, бестселлер бренд Гузема Можно носить как к себе, так и от себя И с вот этой стороны нет никакой логомании, видите? Просто такое сердечко, без названия бренда Но какой же у меня все-таки красивый маник Блин, это топ Светоотражающие частички Просто делает его каким-то супер, мега стильным, красивым, ухоженным и дорогим Такой шайн-шайн-шайн Так, а вот это вот подарочек от моей мамы Очень хотела этот браслет Я вам в предыдущем влоге уже его показывала Кстати, не открывала эти подарочки, знаете, сколько? 11 дней, чтобы вы понимали Я вот, кстати, не любитель купить себе что-то и сразу там распаковывать, рассматривать, мерить дома Я всегда что-то покупаю, у меня, блин, эти пакеты стоят там неделю-две И только потом я открываю и начинаю там носить, смотреть, рассматривать, любоваться, фоткать и так далее Не знаю почему Сегодня, видите, все, просто все в серых тонах Под мой маник Какой он красивый, какой он нежный Тоже белое золото Мама, спасибо! Класс! Так, хорошо, теперь задача само себе его застегнуть Кстати, видите, какой у меня жрам на руке? Это я вены вскрывала Да шучу, шучу Это я в детстве консервной банкой вспорола себе вены, как-то случайно Не знаю, как это было, это мне мама рассказала Сниму на фоне цветочков Посмотрите, как красиво, так нежно Вообще обалденный, мне очень нравится Я просто себе очень хотела браслет Ван Клифф Но он, блин, стоит 5500 долларов или евро Но это вообще too much Пока себе я его позволить не могу Вернее, могу, но не хочу Украинский бренд тоже ничего Так, ну и чтобы вы понимали, я даже перчатки еще не распаковывала Сейчас это сделаем вместе с вами Ооо, посмотрите, какие они хорошие Это настоящие кашемирные, гусенькие И надеюсь, что этой зимой я их буду носить для того, чтобы моим ручкам было тепло А не для того, чтобы им было мягенько и комфортно вытирать сопливые носики моих деток Ну хорошенькие, да? Люблю такие зимние новогодние мотивы Идеальная пюрешечка Я, короче, добавляю сюда сливки, сливочное масло и молоко И, кстати говоря, вот чтобы было вкусно, нужно сливки и молоко подогревать в микроволновке Смотрите, что я в школе сделала Сын, если ты не поешь, мамину стряпню Я не знаю, что я тебе сделаю Мама с вами уже не будет церемониться Паренёчек уже покушал, съел две порции пюрешки А у нас с Сабриной тут шаурма напополам Ставайте, я в половинку Ну, половинку, да И мы смотрим супер-мамочку Мы с Сабриной всегда смотрим Это наша традиция Ребятки, у меня сейчас шок Чтобы вы понимали, на вот этой вот девочке Моё платье Офигеть, вот это вот, которое летом выпустила Красное Со сборкой на груди Обалдеть Я просто в шоке Тебя снять? Ну, давай, иди сюда Смотрите, моя платье Как приятно Кстати, девочка очень-очень красивая Мы с Сабриной хотим, чтобы она выиграла, да? Да Чем ты это сделал? Какие вау Маме вау будет сейчас убирать Тебе тоже шаурмы захотелось? А аккуратнее можно, Даниль? Вкусно? Ммм Ея сделала, да? Татухи тебе сделала Не можно никак отмыть Кстати, у нас Сабрина звать Ея Скажи Сабрина, Даниль Ея Скажи Сабрина Ея Уничтожители жуков Заполз? Я теперь тут не буду спать, Даниэль Будешь сам тут спать Даниэль, ну не лупи мне его Да слушай, она сейчас вонять будет Ничего, что ты вонючка, Даниль Воню 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 Я тебе честно говорю Ты будешь тут сам спать Кои Кои Ты слышишь, как воняет? Кои Кои Не открою Кои Не кой, а открой Кои Ты на каком языке разговариваешь? Воню Пока Когда-то закончится Да не, я даже Типа психанул Уже рукой его раз скинул Упал Да хватит Упал Упал? Где ты яблоко нашел уже? Все, справился? Та-да-да-дам Хотите прикол? Короче, у меня Свекровь часто смотрит Гордона И мы постоянно с Сабриной Там со всеми ржем, что он рекламит свой магазин Там Гордон в шоколаде Яйца Гордона шоколадные самые вкусные И я решила перед приездом в Свекрови Заказать вот такой зефир ванильный И Гордон в шоколаде Вот такие конфеты, птичье молоко Но это просто очень смешно Короче, ей подарили такие сладости Приезжают к нам в гости Яна Это Макса двоюродная сестра Крестная малого Даниэльчика И я ей подарю Блин, ну это просто будет ор тоже Я ей дарю вот такую вот косаточку Это игрушечка для взрослых Я показывала в инстаграме, делала обзор У меня такая же И лубрикант со вкусом кокоса Я думаю, она будет довольна Я жду гостей и немножко отметим Мой прошедший день рождения Вкусные суши, пирог с маком Уиски Я думаю, что девочки не откажутся От свежего супика Всегда после поезда хочется Чего-то горячего Вот какого-то супика или борщика Бабушка приехала Знаешь? И Яна приехала Там подалочки Пошли, выходим Съемка со всех сторон Мам, в этих баночках тоже есть Когда ты будешь себе продавать Тебе же надо твой магазин восстановить Данилева разрушил Давайте вот твой цыпленочек Субтитры сделал DimaTorzok